Казахстанская модель мира и согласия сегодня высоко оценивается экспертами международного уровня. А такой институт, как Ассамблея народа Казахстана, образец для многих стран. Самый первый дом дружбы заработал в Усть-Каменогорске еще в 92-м году. На его открытии присутствовал Нурсултан Назарбаев. О заслугах первого президента в деле укрепления единства народа в материале Анны Лисенбертиной. Самый первый дом дружбы в Казахстане 27 лет назад объединил 9 этнокультурных центров. Сегодня их уже 22. Лидия Рот – руководитель немецкой фольклорной группы, участница всех концертов и выставок. Рассказывает, представители всех этносов здесь живут и работают как одна семья. Мы все дружны, мы все общаемся, мы делимся рецептами, мы часто встречаемся, обмениваемся всем нашим культурным наследием. Ну, здесь у нас и репетиции, и концерты проходят, и различные мероприятия. У нас дом дружбы, он сплачивает. В том, что в Казахстане царят мир и согласие – большая заслуга именно первого президента, считают представители этнообъединений Усть-Каменогорска. Они гордятся, что их дом дружбы открывал сам Нурсултан Назарбаев. И бережно хранят в музее пожелания ильбасы, оставленные в книге почета. Сейчас в регионе уже 14 домов дружбы. У нас в Курчатове действует свои культурные центры. Есть клуб «Аслажелер». Восстанавливаем забытые традиции и ремесло предков. Сегодня привезли показать часть наших изделий. Активно работаем по программе «Рухани Жангуру». Она имеет огромное значение для воспитания нашей молодежи. Но при этом пропаганда культурного наследия – далеко не единственная задача организации. С каждым годом сфера деятельности «Дома дружбы» расширяется. Это не только изучение культуры языков, этнокультурных объединений. Это также работа медиации, работа общественных институтов. Это Совет общественного согласия, Совет матерей. И полномочия «Домов дружбы» и «Ассамблеи» в целом расширяются год от года. Уникальный институт, созданный по инициативе первого президента, смог по-настоящему объединить народ Казахстана. Андрей Сенбертин, Аслан Тулепов, Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар-24.